Крысина и бега в продуктовом магазине. В микрорайоне цветы в крупном сетевом магазине покупательница запечатлела, как крыса сначала бегает по тележке, а потом поедает чипсы, которые стащил из полки. Это было 11.27, через 27 минут после закрытия. То есть как продавцы уходят домой, начинают уже хозяйничать крысы. Она чипсы кушает. Мы боремся с этой проблемой. Но уже всю берегу все заделали. Вот здесь вот видите, сентиментом заделали, и все. А откуда бегали крысы? Ну, наверное, вот о той помойке, я так думаю. У нас в цветах здесь на самом деле очень много крыс, с ними никак не борются. А зимой это большая проблема, потому что автомобили перегрызают, внутри автомобиля перегрызают провода крысы. Мы заделали все ходы. В магазине крыс нет. То есть, ну, на всякий случай, мы клеевые эти сделали, клеенки. Вот эти липучки. Ничего не попадается на складе. Все дыры уже заделали, я не знаю где. Без понятия. Вот даже здесь залетели. Ну, а вы сами не помните, находили какие-то открытые бачки? Здесь нет. Ну, как же, а нас с собой мы сломали? Мы не знаем. Не, ну, конечно, плохо. Мы решим вопрос, если узнали, увидели, сообщили. Значит, будут приняты меры. Мне кажется, это в каждом магазине эти крысы есть. Ну, это же нормально. Конечно, ненормально, значит, баунцы надо. Кстати, о проблеме большого количества крыс в микрорайоне Цветым мы рассказывали уже не раз. Как говорят специалисты Роспотребнадзора, причина здесь не только в мусоре, а от жителей, от магазинов, но и в том, что здесь раньше была овощебаза. То есть крысы живут здесь очень давно.